Ну и вот синоптики опять наломались вместо обещанного солнца, вот такое вот, туман стоит и снежок пролетает и не поймешь. Короче вот напротив меня, там где белое, буквально метров через сто наверное должны быть стены ущелья, и их не видно, и поэтому я иду не в каньоне, а иду такой просто по лесу и все, лужи в лесу позамерзали, холодно, реально холодно, очень холодно. В тумане тоже правда своя прелесть, когда на душе тоскливо и гадко, так хочется выйти в туман и крикнуть лошадка, вот здесь вот в тумане, то есть буквально против меня должны открываться такие пейзажи, такие скальные обрывы сто метровые, а ничего нету, как будто разлито молоко, все залито молоком, туман, туман, туман. Лошадка. Туман. 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 И вот я спустился вглубь щели, здесь туман как бы Рассеивается, но видно по борту ущелья, что вершина спрятана в тумане Низкая облачность сегодня Здесь стоит минусовая температура, на скалах вода заледенела Местами, где видно, таяло и тепло, там оно все и замерзло Ощущается, этот холод реально ощущается Очень, очень холодно Конечно, есть своя неповторимость, своеобразие во всем этом Деле, но лучше, конечно, когда солнце тепло и видно, куда идешь Пролетает мелкий снежок И что-то погода вроде как даже портится Вот пытаюсь подняться на эту вершину Вернее, на эту скалу Но тут же поймал себя на мысли Вообще я шел покорять вершину, которая на Баланын-Каясы Чего я сюда лезу, спрашивается Так, вот пошел снежок, короче, это не есть хорошо И вот, перехожу Матриис И впереди долгий затяжной подъем Вот решил пойти по новой тропе первый раз Сокращу, не сокращу, но подъем намного круче Как минимум я здесь еще не был, поэтому про я эту тропу знаю Как она выводит и куда выводит Куда здесь красиво И кроме того, что красиво Я теперь вижу, как это происходит Вот русло реки Бала И дальше вторые врата Учкоша Даже виднеются и Сыр-Кая, и Плак-Кая А вот так вот выглядит та скала, которая с противоположной стороны С видовой кажется Отдельно стоящим пальцем По факту, вот и жить осталось три дня Она вся разломана, растрескана На чем она держится, на честном слое И вот дальше пошло вниз, внизу русло реки Бала Да, здесь чуть-чуть туман рассеивается И уже, по крайней мере, видно окрестные скалы Вот он, этот одиночный палец, который мы видим Он оказывается огромный Тут он кажется небольшим Если с противоположной стороны смотреть Вот я поднялся На правый борт ущелья Тропа, конечно, по подъему немного сложней Но не такой нудный затяжной подъем А более насыщенный Вот такой вот он, огромный Этот камень Эта скала, которая торчит Может, я найду дома, как она выглядит С той стороны Вставлю фотку, чтобы было понятно, о чем идет речь Огромный камень И вот я вышел на катачок Который находится между двумя отругами Баланка Я Конечно, если бы не туман Был абсолютно иной Здесь красота, конечно, неописуемая Но тем не менее Вот, по крайней мере, я увидел Как выглядит этот камень И насколько он больше, на самом деле Чем он кажется со стороны И еще таки Это оказалось пока внизу Внизу облачность намного Намного меньше В смысле туман Чем выше поднимается Тем сильнее туман Будто молока кто-то налил Реально Вообще ничего не видно И вот дошел до края пропасти Это правый борт ущелья И вот Все Кажется, впереди Чистое небо Все белым-бело Но На самом деле Все не так Я стою Вот на прямом краю пропасти То есть За мной 100-метровая пропасть Напротив Немного Так, если затемнить То видны скалы Вот левый борт ущелья Вот так вот Эта тропа Меня вывела На такую Видовую Конечно, красиво Это было бы Если бы было солнечно То сейчас Такие бы виды Открывались отсюда Все ущелье Как на ладони Дальше, конечно Будет еще круче Но тем не менее Вот Ну, так получается Вот как ежик в тумане Блудил Вот это вот Блудил Или бродил Как правильнее сказать Пролетает мелкий снежок И все заволокло Белым То есть Абсолютно не видно На какой высоте я стою Хотя Высота Если уж шуршать туда То костей не соберешь То место Где я стоял Над пропастью Это было Лучкош Роунджампер То есть Роунджамперы Там прыгают С Именно с той скалы Где Я стоял Но Мой путь Лежит дальше Я сейчас буду Искать тропу Которая будет Трексти На волоным каясы Волоным каясы Богат На снежок Потихоньку Потихоньку И ложится Таки Чем выше Поднимаюсь Тем Сильнее Снежок Ложится Ну вот На высоте 600 метров Больше На осень Похоже Если бы Не притрусило Снежком Все выше И выше По сказочному Лесу Со сказочными Крывыми Деревьями Во мху Вот и Картина Шишкина Бурелом Медведей Только нет Выхожу На первую Видовую Площадку То есть С этой Высоты Уже Открывается Вид На Ялту Вот она Красавица Ялта Передо мной Море Вот С этой стороны Вот Виден Хребет Никитской Яйвы Дальше Ущелье Как на ладони В общем Красота Просто Неописуемая Значит Двух слова Тишина Тишина Исключительная Мелкий Снежок Так Ложится Потихоньку Я нахожусь На первой Видовой С которой Высота Больше 600 Метров Над уровнем Море Которые Открываются Виды И на Учкош И на Плата И Айпетри Макобей Никит То есть Видно Все Вокруг Море Сейчас Ничего Не видно Потому Как Вот Такой Туман Пролетает Снежок В общем Облом Подняться На такую Узер Тут Чтобы Увидеть Туман Это Конечно Нити Впечатления Которые Хотелось Бы Получить Ну Вот Так Случилось И тем Не Снежок Припрашивает Чем Дальше Тем Больше Но Как Бы Время Мне Еще Позволяет Подняться И Вот Все Выше И Выше Огромные Заваленные Деревья На Пути И Сказать По Правде В лесу Даже Темно От Тумана Это Страшные Звуки В лесу Раздаются Непонятно То ли Стая Собак Диких То ли Волки Ну Короче Что-то Такое Ужасное О О Волки Перемешка Собаками Будет Чем Дальше Тем Круче Жаль Только Нифига Не Видно Собаками Здесь уже изморозь на траве показывает, что еще холоднее реально уже ощущается, холод просто чувствуется по сравнению с тем, как я начинал подъем. В принципе я все ближе к цели, поэтому здесь единственное конечно, что не видно будет на какой высоте все это происходит. Все-таки вот это вот ощущение такой холодной дикой красоты, оно тоже не сравнимо с тем, что было бы, когда было бы тепло и уютненько. Такие вот ледяные цветы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красота! И вот я все ближе к цели, буквально десятки метров, двадцать, тридцать, пятьдесят. Короче, красота, куда ни посмотри со всех сторон просто. Вот это вот начало того момента, когда все завалит снегом. Такой контраст. Здесь вообще прям темно. Вот я вышел на холм. Вот здесь вот высота уже более 700 метров над уровнем моря, то есть прямо передо мной сейчас должна быть красота неописуемая. Варик назвал эти скалы Парус. Не знаю как называется, то есть эта скала вообще без названия по факту, потому что на карте у нее названия нет. Мне даже не видно такой туман. Вот так вот деревья стоят буквально в десятках метров и их не видно. Зато слышно внизу шум ручья Мастриис. В общем, вот так это все дело выглядит. Туман испортил всю картину. Хотя, как сказать, испортил или нет. Признаться честно, у меня была хоть и небольшая, но была надежда, что пока я поднимусь, вот сейчас уже полдень, то есть к обеду как раз поднялся по 12 часам. И пусть не солнце, но как минимум будет облачно. Синоптики обещали тут чуть ли не южный берег. Вот, но ситуация вот такая вот поднялся. За мной должны быть видны красивезные скалы, которых не только не видно, а которым вообще даже ориентирован нет в такую погоду. Подниматься на высоту, покорять вершину, ну и для тех, кто там селфи, шмелфи. Вот, это очень крайне неподходящая погода, поэтому вот нужно как-то ориентироваться, отбирая погоду. Вот, но тем не менее, вот по солнцу я ходил не один раз, а вот в такой туман, и когда только-только начинается снежок, вот за мной, вот возле меня кустик. Вот так вот только начинается обледенение, только первые-первые признаки того, что да, скоро здесь будет все засыпано снегом. Вот это новые впечатления, новый, ну, новый кайф, короче. Скалы не рядом, они никуда не денутся, сейчас я все покажу. Итак, вот я подхожу к тому месту, с которого открывается самая актуальная, самая красивая картина. Передо мной Джады Бурун должен быть виден, гора Лопата, Джунын Кош, Уч-Кош, как на ладони со всеми осыпами. Ну, нету ничего абсолютно, поскольку я сейчас на высоте ближе к 800 метров над уровнем моря. Но здесь стоит туман, и ничего не видно. Вот такая почти зимняя сказка, снежок пролетает, но скоро он здесь ляжет. А вот так вот начинается зима на этой вершине. И хотя сейчас конец января, здесь снег уже лежал и таял не один раз, начиная с поздней осени этого года. Ну, вот так вот такая картинка вырисовывается, ничего не видно. Вот так вот темно, 12 часов дня, такая темнотель здесь, видимость никакая. Показать красоту не покажу. Покажу своеобразность. Вот эта вот холодная красота, это тоже красота. Вот у нее своя прелесть. Ну, это контраст без красок. Вот так вот выглядит. Вот поднимаюсь выше и выше. Что-то у меня создается впечатление, что туман усиливается. Это было хоть как-то, это вообще аж темно. Прямо. Сначально я думал по баллонынкой, если подняться вверх до 1000 метров и свернуть по мост-реизу, спуститься и там искупнуться. Ну, что-то у меня вот впечатление такое. Что там дальше вообще? Я не только тропу не найду, а ничего не найду. И вот на вот этой вот скале стоит триангуляционный знак. Красота 700 с лишним метров над уровнем моря. Красота отсюда не писаная открывается. Вот вид на Ялту показывает. Красота вот такая вот. Здесь вид классный. В общем, понятно, что ничего не видно по той причине, что ничего не видно. Туманище такой конкретный упал и с этим ничего не поделаешь. В общем, ни фигушенька не видно. Вот так вот возникнет, конечно, вопрос. Зря ли я сюда перся? Нет, не зря. Это здоровье. Это супер. Он тут насыщенный. Влага не холодно. Вот здесь вот сейчас не холодно. Ветра нет. Все вроде снежком припорошенное, вроде мороз, вроде сосульки, вроде обледенело и все. Но так, чтобы сказать, что холодно. Нет. Там раньше где-то на участке было холодно. Здесь нормально. Это здоровье в чистом виде. Рекомендую. Люди, хотите походы. Я, конечно, хотел подняться на эту высоту, чтобы показать красоту, которая окружает именно эту высоту. Со всех сторон красота написанная. Заснеженные вершины и все такое. Но в связи с погодными условиями показал то, что показал. Это тоже свой кайф. Это отдельная страница книги природы. Ходите в походы, будьте здоровы. А я, кстати, сейчас по всей вероятности, я не вижу смысла просто подниматься еще выше. Я, наверное, спущусь, скорее всего, на горную реку и искупнусь, коли уж пошла такая жара. Вот почему нет. Январь заканчивается. Там неизвестно, как оно впереди погода будет. В принципе, в январе я прошел довольно-таки много маршрутов. Одни из них были. Новыми, другие. По нахоженным тропам прошелся. Но январь в целом был насыщен. И вот все-таки под конец января вот такая вот засада получилась. Первый день, когда реально вышел. Внизу такого не было. Думал, здесь это все дело разлетится, рассосется. Оказалось, что на самом деле, наверное, внизу такого тумана нету. Поскольку видимость с каждой минутой падает. Сюда подходил, еще что-то было видно. Сейчас я уже не вижу склон, который... Ну тут сколько? 10-15 метров. Реально просто туман сгущается, сгущается. Аж темно. Хотя только обед. Вот поэтому как бы не вижу смысла дальнейшего подъема. Я не покажу просто красоту, из-за которой сюда, собственно, и подымался. В общем, полчаса медитации и поиски классной купели. Покажу, расскажу, что встреча на пути. Как оказалось, я не один. Сегодня вырвался в такую непогоду. Встретил путника. Он решил подняться еще немножко выше в надежде, что найдет там солнце. Ну, вот он скрывается в тумане. Пока я медитировал, похолодало очень резко и очень сильно. Реально холодно, очень холодно. И я так думаю, что нужно спускаться все-таки вниз, поскольку подъем, дальнейший подъем, я думаю, других результатов не даст. И туман сгущается, и снежок пролетает, и резко похолодало. Дальше будет еще холодней. Ну, последние приветы с высоты 800 метров над уровнем моря. Ольге Шевцовой привет. Татьяне Федоровой и Иринушке. Огромный-огромный привет. Девочки, всего самого доброго и светлого вам. Самые теплые пожелания. Хребет Баладынка Ясы. Все здоровы. До следующих встреч. А я, кстати, сейчас, по всей вероятности, я не вижу смысла просто подниматься еще выше. Я, наверное, спущусь, скорее всего, на горную реку и скрупнусь. Сколь уж пошла такая жара, вот почему нет. Январь заканчивается. Там неизвестно, как оно впереди погода будет. До следующих встреч. Тут просто вот все как есть, вот так вот в тумане, так оно и есть. Просто ничего не покажешь лишнего и не расскажешь ничего лишнего. Здесь классно. Все в таком В изморозе. И все классно. Поехали. Вот. В answers, і додайте